Моя Америка Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Сегодня мы поговорим о попытке переименования университета Вашингтона Ильи. Эпидемия переименований в нашей стране грозит превзойти эпидемию переименований, которая охватила Россию после большевистского переворота. Но тот из вас, кто из Питера, из Ленинграда, знает, что едва ли не все улицы и площади были переименованы. Хотели переименовать даже Невский проспект, его назвали проспект 25 октября, но новое название не прижилось. Будут ли приживаться новые названия в нашей стране? Из истории сегодня вычеркиваются имена людей, чьи деяния не укладываются в рамки политкорректности. А рамки политкорректности очерчивает сегодня прогрессивная общественность. Прогрессивная общественность. И вот угроза переименования нависла над университетом, который носит имя Джорджа Вашингтона и Роберта Ли. Вашингтон эндли университи. Его также знают по первым двум буквам W эндли. Так часто называют университет. Это, дамы и господи, один из лучших в стране вузов. Несколько примеров. Журнал US News and World Report поставил университет Вашингтона и Ли в 2021 году на 9 место среди лучших гуманитарных вузов. Финансовый журнал Kirpingers Personal Finance. Он дал университету в 2019 году третье место среди 149 лучших частных гуманитарных вузов. Высокие места получил университет Вашингтона и Ли в рейтингах журнала Forbes и Washington Monthly. Интересная деталь. Среди выпускников университета Вашингтона и Ли три члена Верховного Суда. 97 сенаторов, 65 конгрессменов, 31 губернатор, есть лауреат Нобелевской премии, есть лауреаты Пулитцера, Тони и Эмми. Знаменитый университет. Согласитесь, это совсем неплохо для университета в небольшом вирджинском городе Лексингтон, в котором обитают всего-навсего 7 тысяч жителей. Мне этот город достаточно хорошо знаком, дамы и господа, потому что когда я еду из своей северокаролинской деревни, она находится в горах Северной Каролины, я еду в Нью-Йорк, я еду по федеральному хайвею номер 81, и этот хайвей проходит как раз рядом с городом Лексингтон, и если мне хочется поесть, я с удовольствием приезжаю в этот совершенно замечательный городок. Прекрасный университет безо всяких ну и если. Но этот университет провинился в глазах отрицателей истории и культуры прошлого. Они требуют, они настаивают, чтобы университет Вашингтона или этот университет Вашингтон-Эндли университета, чтобы он был переименован. Один из активнейших борцов за переименование, это помощник профессии юридической школы этого университета, мистер Брэндон Хасбрук. Он призывал недавно Совет Попечителей университета очистить университет от имен участников расового террора. Расового террора. Вашингтон и Ли, он напомнил, владели черными людьми. Какой ужас! Ли, к тому же, был генералом в армии конфедерации. Вот что писал мистер Хасбрук. Кстати, у этого человека черная кожа, черный цвет не помешал ему учиться в этом университете и не помешал ему занять пост помощника профессора на юридической школе. Вот что он пишет в газете Washington Post. Я цитирую, дамы и господа. Преклонение нашего университета перед Вашингтоном и Ли дает основания говорить о продолжающейся поддержке расового подчинения и насилия. Университет, оказывается, продолжает поддерживать расовое подчинение и насилие. Но расовое подчинение этого университета, я повторю, не помешало господину черному Хасбруку учиться в колледже университета, закончить юридическую школу. Теперь он помощник профессора. Далее мистер Хасбрук пишет, я цитирую. Рост движения жизни черных важны, сделал совершенно неприемлемой какой-либо ассоциацию с Робертом Ли. Роберт Ли сражался, чтобы держать черных в рабстве и чтобы конфедеративные штаты Америки могли продолжать получать прибыль на турде черных. Я не буду комментировать, дамы и господа, это изречение, потому что это явная ложь. Мистер Ли, Роберт Ли, конфедерация сражалась не для того, чтобы держать черных рабами, она сражалась за независимость южных штатов от северных. Причем в идее состава союза 13 южных штатов не нарушили конституцию Соединенных Штатов. Итак, теперь Ли ему не нравится помощнику профессора Вашингтон. Вот что пишет помощник профессора. Каждый, кто считает, что достоинство Вашингтона перевешивают причиненное им зло, эти люди совершают ошибку. Но достоинство Вашингтона, он был командующим революционной армии, которая выиграла войну за независимость, и он был нашим первым президентом. Оказывается, эти достоинства, они не перевешивают причиненное им зло. Какое зло причинил Вашингтон, знает только мистер Хасбург. Ну да, у него были черные рабы, кстати, черные рабы. Были и у черных, дамы и господа, моя новая книга, так и называется, черные рабовладельцы в нашей стране по переписи 1830 года, 1830 года мы знаем, перепись проводится согласно Конституции каждые 10 лет. Так вот, согласно переписи 1830 года, у более чем трех тысяч черных, в книжке приводится полная цифра, они владели более чем 12 тысячами черных рабов. Я не знаю, в курсе ли профессор, профессор Хасбург об этом факте. Окей, дамы и господа. Теперь, он требует, чтобы университет был переименован. Недавно, сравнительно недавно, в начале этого месяца, Совет попечителей университета, в каждом университете есть совет попечителей, он не прислушался к профессору Хасбургу. Большинством голосов 22 из 28 членов попечительного совета пришли к решению не менять название. Вот что сказал профессор по этому поводу. Университет продолжает светить, как маяк расизма, ненависти и привилегии. Как маяк расизма. Теперь вопрос, дамы и господа. Почему университет в городе Лексингтоне носит имена Вашингтона и Ли? В самом деле, ну почему? Напрашивается такой ответ. Университет находится в штате Вирджиния. Вашингтон и Ли были гражданами штата Ниджиры, Вирджиния. К тому же тот и другой достаточно известными гражданами этого штата, повторю, Вашингтон был командующий армией повстанцев в войне за независимость. Он был президентом Соединенных Штатов. Он первый президент. Ну что касается Ли, Роберта Ли, он тоже достаточно хорошо известен. Он был одним из ведущих, ведущим генералом конфедерации. И вот в этом ответе, в том, что название связано с тем, что и Ли, и Вашингтон известные люди, и вирджинцы, есть доля истины. Доля истины есть, но только всего лишь одна доля. Университет получил имя Вашингтона прежде всего потому, прежде всего потому, Вашингтон помог университету выжить финансово. Университету грозило банкротство. Если бы не помощь Вашингтона, что касается Роберта Ли, он расширил программу университета, тем самым поставил университет в ряд ведущих высших учебных заведений страны. Ну, родился же университет, давайте начнем с рождения, до того, как Вашингтон стал генералом революционной армии, и задолго до того, как появился на свет будущий генерал конфедерации Роберт Ли. Фундамент университета заложили в 1749 году. 1749 год. Фундамент заложили иммигранты из Шотландии и Ирландии, они были прихожанами Пресвитерианской церкви. Церковь находилась в 20 милях к северу от Лексингтона. И они основали в 1749 году школу, которую назвали так, Академия Аугуста, это была высшая школа, колледж, Академия Аугуста, 1749 год. В 1776 году Вирджиния, английская колония Вирджиния, вместе с другими 12 английскими колониями, она провозгласила независимость. И в этом году школу переименовали. Академия Аугуста стала называться Академией Холл Свободы. Холл Свободы, свободный от британской короны. Это в 1776 году. Через 4 года она переехала, Академия Холл Свободы переехала в Лексингтон. И с тех пор, с 1780 года находится в Лексингтоне. Интересный факт. В 1785 году выпускник Академии Холл Свободы получил первым в истории этого учебного заведения степень бакалавра. В том же, в 1785 году, это тоже интересный факт. Здесь начал учиться негр Джонс Дэвис. Полагают, это не установлено, но полагают, что до него ни в одном другом высшем учебном заведении Соединенных Штатов черных студентов не было. Это полагают, но это не стопроцентный факт. Ну, а Чавеси вот что известно. Он участвовал в Лексингтоне за независимость. После учебы в Академии Холл Свободы он учился в колледже Нью-Джерси. Колледж Нью-Джерси – это теперь Принстонский университет. И вот, окончив Принстонский университет, тогда это Калыш Свободы, он переехал в штат Северная Каролина, тот штат, в котором я обитаю, и он основал школу, обычную школу для черных и белых бедняков. Академия Холл Свободы еле-еле сводила концы с концами. Ну, денег не хватало. Она скончалась бы, обанкротилась бы, но в 1796 году на помощь пришел президент Джордж Вашингтон. Вашингтон был энтузиастом строительства каналов. И вот предпринимательская компания, которая называлась так, Джеймс Ривер Кеннелл, она вручила президенту Вашингтону, было решение легислатуры штата Вирджиния, она вручила ему акции на сумму 20 тысяч долларов, в то время фантастическая сумма. Президент Вашингтон посчитал, что не должен принимать подарок. Тем не менее, он подарок принял, не отказался от него, но тут же, тут же передал эти 20 тысяч долларов Академии Холл Свободы. Вот что он написал, делая подарок. Наступило время, когда Соединенным Штатам следует способствовать развитию образования. И в знак благодарности Совет Попечителей решил, впредь Академия будет носить имя Джорджа Вашингтона. Когда Вашингтон узнал об этом, он так отозвался на решение Попечительского совета. Стимулирование литературы и поощрение искусства всегда занимало большое место в моем сердце. В 1813 году Академия Вашингтона стала называться «Колледж Вашингтона». Прошло 4 десятилетия, не 4, а 5. И осенью 1865 года, осень 1865 года, пост президента «Колледж Вашингтона» занял Роберт Ли. 1865 год осень. В апреле этого года, мы с вами знаем, Ли сдался генералу армии Союза Улису Гранту. И в то время он был гол, как сокол. Все, что у него было, было конфисковано победившей армией, армией Союза. Но Ли был известным человеком Вирджинии, ему было предложено несколько мест с плохим заработком в частных компаниях. Однако Ли принял предложение, которое обещало ему меньше всего денег. Он принял предложение занять пост президента «Колледж Вашингтона». Он принял это предложение по нескольким причинам. Во-первых, он достаточно хорошо знал систему высшего образования, потому что Роберт Ли был суперинтендантом военной академии «Вестпойнт». Кстати, он и заканчивал эту академию, он в 50-е годы, в середине 50-х годов 19 века был суперинтендантом этой академии. То есть он хорошо знал высшее образование. Это первая причина. Во-вторых, он считал, что работая президентом «Колледж Вашингтона», он получает возможность залечить раны, которые образовались в Соединенных Штатах в результате войны между Севером и Югом. Он решил внести определенный вклад в примирение Южных Штатах с Северными, и когда он стал президентом в «Колледж Вашингтона», стали принимать и учеников из Северных Штатов. Ну и, наконец, в-третьих, семья Вашингтона была, ну она была родной Роберту Ли. Жена Вашингтона, жена Роберта Ли, прошу прощения, жена Роберта Ли, была внучкой Марты Вашингтон, жены первого президента. Мы знаем это, Марта была вторая жена Джорджа Вашингтона, общих детей у них не было. Итак, Роберт Ли пробыл президентом «Колледжа» пять лет, с осени 1865 года до сентября 1870 года, он умер в сентябре 1870 года. Что произошло в это время за пять лет его президентства в «Колледже»? Ну, во-первых, были открыты курсы журналистики, были открыты инженерные курсы, была открыта бизнес-школа, была открыта юридическая школа, и в те же самые годы небольшой «Колледж» в Лексингтоне стал едва ли не первым высшим заведением в нашей стране, где появилось студенческое самоуправление, и была создана система, которая поощряла студентов, которые хорошо учатся. После смерти Роберта Ли, «Колледж» Вашингтона был переименован в «Университет Вашингтона-Элит». То есть это произошло в 1870 году. И вот теперь, полтора века спустя, люди, которые поддерживают изменение культуры в нашей стране, изменение истории, они так называемые прогрессисты. Я, дамы и господа, этих людей не называю прогрессистами, потому что слово прогрессисты от слова прогресс. То, что делают американские прогрессисты, это они ведут не к прогрессу, а к регрессу. Поэтому принято называть их прогрессистами, но я воздерживаюсь так их называть в частных разговорах. Так вот, они по-прежнему требуют изменить название университета. Процитирую еще раз помощника профессора, профессора юридической школы Хасбрука. «Название не раз изменяли, почему бы не изменить еще один раз?» Ну, действительно, название изменяли, мы с вами это уже знаем. Но менять еще раз. Вот что ответил профессор Хасбруку, и у него есть союзники, есть единомышленники, есть немало. Вот что им ответил письменно президент университета Уильям Далли. Я процитирую письменный ответ президента Уильяма Далли, президента университета. «Хотя название в течение 150 лет не изменилось, но институт за это время полностью изменился. Благодаря интеграции, интеграции белый и черный учатся вместе. Благодаря совместному обучению мужчины и женщины учатся вместе. И благодаря постоянным нововведениям». Так ответил президент университета всем, кто требует вычеркнуть Вашингтона или из названия университета. Итак, университет в Лексингтоне сохранил название. Вопрос, дамы и господа, надолго ли? Надолго ли университет сохранил название? «Зная о нововведениях последних лет, их было несколько. Я затрудняюсь отвечать на этот вопрос оптимистично. Затрудняюсь. И я приведу несколько примеров. В 2014 году из часовни, где похоронен Роберт Ли, он похоронен в часовне, каждый из тех, кто бывает там. Я несколько раз посетил эту часовню. Часовня называлась Роберт Ли. Решили переименовать эту часовню. Теперь она просто называется университетская часовня. Более того, в этой часовне висел флаг конфедерации. Флаг конфедерации решено убрать. В 2016 году было запрещено устраивать на территории университета собрания организации, которые чтут память конфедератов. В 2016 году. В 2018 году Совет Попечителей постановил убрать все символы конфедерации. Я после 2018 года туда не заезжал, там не был. Когда я приезжал, конфедератские флаги были, ну, не всюду, но попадались на глаза, теперь их нет. Более того, совсем недавно, в феврале этого года, университет отказался от ежегодного празднования в день рождения Ли. День рождения Ли 19 января. В этот день в университете праздновался Фаундерс Дейк. День основателей университета. Теперь такого праздника нет. Более того, решено отказаться от эмблемы W&L. Эта эмблема была на всех документах, в том числе и на дипломах. Так вот, дамы и господа, проанализировав эти нововведения, невозможно не прийти к выводу, к сожалению, бойцы движения культура отмены, мы знаем, что из себя представляет эта культура отмена. Они шагают от победы к победе, от победы к победе. Защитники истории, защитники культуры сдают одну позицию за другой. В нынешнем совете попечителей преобладают, это постоянно подчеркивают деятели культуры отмена, в нынешнем совете попечителей преобладают белые мужчины. Какой ужас! Белые мужчины! А по мнению деятелей культуры отмена, раз белый мужчина, то это значит расист. Но рано или поздно состав совета попечителей изменится. На смену нынешним придут другие люди. Вполне возможно, что придут люди, которые также готовы переписывать историю страны. Сегодня на кампусе университета все еще стоит памятник Роберту Ли. Все еще есть бюст Вашингтона. Вопрос. Надолго ли? Надолго ли? Борцы за переписывание истории переименованиями, конечно, не ограничиваются. Переименование – это только-только-только начало. Что следует за началом? И вот чтобы ответить на этот вопрос, дамы и господа, я предлагаю вам не покидать штат Вирджиния. Штат, в котором, кстати, родилась наша страна, Соединенные Штаты Америки. Я напомню, что первое поселение, первое постоянное поселение англичан было на реке Джеймс О'Ливер. Это поселение было основано в 1607 году. Так вот, давайте из Лексингтона этот город на западе штата Вирджиния, давайте переедем на восток штатов графства Фэйрфакс. Графство Фэйрфакс – это сосед федерального округа Колумбия. В границах округа Колумбия находится наша столица Вашингтона. Есть в этом графстве городок Фоллс-Чёрч. Фоллс-Чёрч. В этом городке есть средняя школа. В течение многих лет школа носила название имя генерала конфедерации Джеба Стюарта. В 2017 году, 4 года назад, школе дали другое название – Джастис. Справедливость. Джастис. Джастис Хай Скул. Совсем недавно, 7 июня, сегодня, я смотрю, у нас сегодня 23 июля, 7 июля, 16 дней назад, состоялся выпускной бал учеников этой школы Джастис Хай Скул. И главным оратором на этом встрече с выпускниками была дама по имени Абра, по фамилии Омеш. Она член Совета по образованию графства Фейерфакс. И вот что, в частности, говорила эта учёная дама 18-летним мальчикам и девочкам, которые вступают в жизнь. Я процитирую эту даму. Мы противостоим нашей истории и говорим честно о болезнях нашего прошлого. Мир, в котором вам предстоит жить, вам предстоит жить, говорила она выпускникам, заполнен расизмом, крайними версиями индивидуализма и капитализма. Превосходство белых. Далее, далее. Слушайте внимательно призыв этой дамы, обращённой к 18-летним мальчикам и девочкам. Помните джихад! Помните джихад! И отвергайте объективность и нейтралитет. Помните джихад! Прошло-то, дамы и господа, всего 4 года после переименования средней школы в городе Фолтчорч. Всего 4 года. Давайте теперь вернемся к профессору-правоведу Хасбруку. Его опус, его статья, его комментарии о переименовании университета Вашингтона или напечатала газета «Вашингтон пост». И многие читатели немедленно удивились, тут же удивились. Не следует ли редколлегии газеты, которая печатает статью о необходимости вычеркнуть имя Вашингтона из названия университета? Не местно ли им подумать о том, чтобы вычеркнуть имя Вашингтона из названия газеты? Да? Из названия газеты. Я поставлю вопрос иначе, дамы и господа. Не пора ли переименовать нашу столицу, в которой издается газета «Вашингтон пост»? У борцов с историей кандидаты на переименование столицы наверняка есть. Ну, например, чернокожий, которого хоронили в золотом гробу. У него такое же имя, как и у нашего первого президента. Газета будет называться «Флойдтаун пост». Вот на этой грустной ноте, дамы и господа, я предоставляю слово нашему рекламному отделу, а я вернусь к Вам через несколько минут. Не покидайте волну нашего радиа. Оставайтесь с нами. Ну, а сейчас, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200, пожалуйста, если у Вас появятся вопросы, или Вы захотите меняться мнениями, с удовольствием звоните, и мы постараемся с Вами пообщаться. Ну, а пока народ собирается с мыслями. Алексей, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день вот эта волна «Cancel Culture», которая пытается все переименовать, все, как говорится, порушить и так далее, все-таки не утихает? Ну, окей, когда это началось, можно было понять, там кто-то пытался, кто-то вроде бы там что-то добился, но ведь люди-то возмущаются, а волна не прекращается. Как Вы считаете, что это, почему это? Окей, Толя, ситуация такая. К сожалению, вот эту культуру отмена поддерживают, либо замалчивают ее, либо поддерживают большинство ведущих средств массовой информации. Будь то газета «Нью-Йорк Таймс», газета «Вашингтон Пуст», ведущие ABC, NBC, CBS, CNN, WNBC. Эти издания и эти телевизионные компании ни разу еще на моей памяти, памяти не нужно быть очень большой, ни разу, ни разу не критиковали деятелей вот этой культуры отмена. Это первое. Второе. Мы сейчас видим, нам показывают телевидение время от времени выступления школьников даже, выступления родителей на каких-то, на встречах с местными деятелями, на Рабраза, которые с возмущением рассказывают, что происходит в школах. Несколько таких собраний показало, отрывки из таких собраний показывал Fox News. И вот что удивительно, одними из самых реанных активистов вот этого движения являются белые люди. Белые люди. В каких-то совета образования, в каких-то графствах, где проживает в основном на 90% белое наследие. Эти люди, руководители школьного образования, местное школьное образование, считают нужным вывешивать плакаты марксистско-российской организации Black Lives Matter. Считают нужным, чтобы учителя, преподаватели в этих школах внушали белым студентам, что белые студенты должны чувствовать себя виноваты, потому что они родились белыми. То есть волна переименований захлёстывает нашу страну. В последнее время пребывания Трампа в Белом доме, это уже, по-моему, было октябрь или ноябрь или сентябрь, он предложил принять программу общенациональную для школ, которая бы делала акцент на создании, на образовании нашей страны. В июле 1776 года, когда была принята 4 июля Декларация независимости, как только Байден переступил порог Белого дома, одним из его президентских указов был мгновенный отказ от предложения Трампа. Более того, такие люди, как Байден, всё его окружение, белое, чёрное, цветное, жёлтое, вкрапинку, красное, неважно, они считают необходимым внедрять в школе так называемую программу 1619. 1619, прошу прощения, эта программа была провозглашена газетой «Нью-Йорк Таймс» в августе 2019 года, когда исполнилось 400 лет прибытия в Джеймстаун, в колонию Вирджиния, прибытия чёрных. И газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что историю нашей страны нужно отсчитывать не с 1776 года, про возглашение независимости, а с 1619, когда в страну привезли первых чёрных, которые, утверждает газета, были сразу же рабами. Это чушь, это плеш, это ложь. В моей новой книжке, вот, дамы и господа, есть у меня книжка такая новая, называется «Чёрные рабовладельцы». В ней две главы, первые главы. Первая глава рассказывает о чёрных рабовладельцах в нашей стране. Вторая глава рассказывает о так называемой программе 1619, то есть программе, в которой будто бы в Америке впервые появились чёрные рабы. И тот из вас, кто прочитает эту книжку, она основана абсолютно на фактических материалах. Там моих рассуждений, размышлений очень мало. Я оперировал фактами. В 1619 году чёрные, которые их привезли в Джеймс Таун, они не становились рабами. Они становились слугами, так называемыми слугами. И такой же статус был у многих белых людей, которые добровольно приезжали в Вирджинию. Но нынешние люди, нынешние белые, левые, марксисты, либералы, называйте как угодно, прогрессисты, они считают нужным продвигать теорию, что будто бы наша сторона была основана в 1619 году, когда появились будто бы первые чёрные рабы. Они рабами не были. Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Но в чём я ни секунды не сомневаюсь. Если в нашей стране установится однопартийная система, однопартийная власть демократической партии, то есть в Белом доме будет безвыездно демократ, а Конгрессами, палатой представителей будут управлять всё время демократы, Верховный суд переориентирует, увеличит состав Верховного суда, сделано, чтобы он тоже был либеральным, так сказать. То вполне возможно, что вот эта культура отмены, она будет всё более и более набирать скорость. Я всё-таки пока что оптимист, хотя масса фактов должны были бы убедить меня в том, что с оптимизмом пора окончать, но тем не менее я оптимист. Я надеюсь, что рано или поздно эта культура отмены сойдёт на нет, потому что уж слишком велик протест рядовых американцев и учителей, и родителей. Вот такой мой прогноз, говорят, что оптимист – это малоинформированный пессимист. Вполне возможно, что я оптимист, поскольку я малоинформирован. Может быть, когда я буду более информирован, я из оптимиста превращусь в пессимиста. Ну, будем надеяться, что вы никогда не превратитесь в пессимиста, оставайтесь безучим или неучим, и так всё нормально и проживём. Теперь, Алексей, следующий вопрос у меня к вам такой. Вот смотрите. Значит, у нас получается расклад такой. Родители против. Детям, в принципе, абсолютно фиолетово, чему их учат, скажем так, если родители их не пытаются как-то держать всё-таки в каком-то порядке. Теперь вопрос. Я понимаю, за что борются белые. Я понимаю, за что борются антифы. Я понимаю, за что борются демократы в своём большинстве. Они борются даже не так за идеологию, они борются за деньги. И это всё доказано уже. Доля, я сразу же вас перебью. Когда вы говорите, что родители против. Всё дело в том, что абсолютное большинство родителей, даже те, которые... Большинство родителей, которые против, они знают, в каком мире они сейчас существуют. Если они активно начнут выступать против, то не исключено, что у них будут неприятности на работе. Они не хотят публично... Абсолютное большинство. То, что мы видим по телевизору, это единицы. Кстати, выступала недавно китайская мама, которая говорит, что Соединённые Штаты превращаются в Мао Цзэдуновский Китай. Я хочу сказать, что Соединённые Штаты... Я не жил в Мао Цзэдуновском Китае, но Соединённые Штаты превращаются в Советский Союз. Толя, если бы я там, где я работал, начал публично выступать, высказывать свои взгляды, меня бы тоже уволили. То же самое происходит в Соединённых Штатах. Если вы начнёте слишком активно выступать против культуры обмена, отмена вас тут же обвинят, назовут и расистом. И вас ждут неприятности по работе. Поэтому, когда мы говорим, что большинство родителей против, да, большинство против, но абсолютное большинство из этого большинства предпочитает молчать, потому что они боятся, какие будут последствия. Так, давайте ответим на звонок, а потом продолжим. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Вы знаете, вы затеяли тему насчёт генерала Ли. Я два года прожил в Алабаме, и много читал про него, и много... Ну, это страна конфедерации. И знаете, генерал Ли не говорится, что он был выдающимся генералом. Он был второй, который окончил Вестпоинт, и так далее, Грант был, кажется, на последнем месте. Его участие в войне, в мексико-американской войне, где он был просто выдающимся полководцем, до сих пор, до сих пор изучается в Вестпоинте и в других американских военных колледжах. То есть человек действительно был не совсем потрясающий, как военачальник и так далее, и так далее, и так далее. И взять его и перечеркнуть вообще, как будто его не существовало никак генерала. Не говоря тому же, что он был великолепно относился к людям других национальностей, кстати, к евреям. Очень много евреев, немецких евреев, только не участвовало в его армии. Есть великолепная книга «Евреев конфедерации» 2000 года, с фотографией и так далее. В отличие от генерала Гранта, который был патологическим антисемитом. Вот так же это я хотел сказать. Но генерал не был бы дающий страничный, что все останется. Спасибо. Спасибо, Алекс. Толя, я могу подойти к полке и достать книжку «Евреи конфедераты» на одну секунду, хорошо? Конечно. Алексей действует по принципу, а у нас с собой было. Сейчас он подойдет, достанет книжку. Алексей. Дамы и господа, это совершенно замечательная книжка, о которой то, что говорил радиослушатель. «Евреи конфедераты». Совершенно замечательная книжка. Кстати, дамы и господа, в моей книге, которую вам показывал, есть глава о художнике Эзосили Моузесе. Это один из самых известных американских скульпторов конца 19-го, начала 20-го века. Он закончил Вирджинский военный институт. Этот институт находится в том же самом городе Лексингтоне, в котором находится университет Вашингтона Ингли. Он закончил этот университет. Он был конфедератом, еврейский мальчик, родом из Ричмонда. И он стал выдающимся скульптором. Вот в моей книжке, там о нем есть глава более того, что если вы посещали Орлингтонское кладбище, многие из вас бывали на Орлингтонском кладбище, но не многие из вас бывали на 16-й секции этого кладбища. 16-я секция кладбища, там похоронены конфедераты. Так вот, там стоит громадный памятник. Памятник погибшим конфедератам. Этот памятник сделал Мозес Изекель. Более того, могила Мозеса Изекеля находится у подножия этого памятника. Дамы и господа, евреи сражались полным ходом в армии конфедерации. Вот эта замечательная книжка, о которой только что нам позвонил радиослушатель. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение на такой вопрос? Не должно ли черное население Соединенных Штатов Америки, потомки так называемых рабов, благодарить белое население, все рабовладельцы, которые привезли их сюда, и они живут сейчас в тех условиях, в которых они живут, по сравнению с теми условиями, в которых живут люди в тех странах, из которых они приехали. Спасибо, я послушаю вас пару раз. Вопрос совершенно замечательный, дамы и господа. Мы не должны забывать, да, действительно, черных невольников везли за океан белые, но черные стали рабами, невольниками, потому что их в Африке изловили черные. Черные ловили черных, и черные продавали черных белым. Поэтому в первую очередь они должны винить, если они кого-то винят, то, что они были рабами, их предки были рабами, они должны винить черных людей. Теперь ваш вопрос совершенно замечательный. Но если представить себе, я представляю себе на секунду, что вы преподаватель в какой-то школе, и вы этот вопрос задаете на учительском собрании, я надеюсь, что такой вопрос вы задавать не будете, потому что тогда может случиться, что ваш вопрос будет последним вашим днём в школе. Понимаете, то, что вы спрашиваете, ну, это напрашивается. Ну, это напрашивается. Но трудно себе представить, чтобы на трибуну Сената или Палаты представителей поднялся какой-то господин или какая-то госпожа и обращались к черным депутатам, сказали, ребята, девочки и мальчики черные, вы должны благодарить, что ваших потомков сюда привезли, потому что вы могли в данное время жить где-то в Конго, где-то ещё в чём-то. Вопрос замечательный. Его можно задавать пока в радиопередачах на русском языке. Я сомневаюсь, что этот вопрос можно задать и будет обсуждаться в передаче на английском языке. Большое спасибо за внимание. Да, это, конечно, интересный вопрос. И действительно, я могу себе... Я могу себе представить, допустим, задать этот вопрос, ну, например, Максим Уотерс, да? И спросить, вот скажите, мадам Уотерс, а не считаете ли вы, что вы обязаны белым тем, что вы вообще находитесь здесь? Да, это нормально. Нет, ну вот... Я, Толя, у меня интересная есть байка спортивная. Я прошу прощения, но по теме. Когда советские команды уезжали за рубеж, то во Всесоюзном спорткомитете, в Министерстве спорта всегда просили, чтобы они написали, на какое место они рассчитывают. И вот мой друг покойный, к сожалению, Владимир Петрович Кондрашин, Петрович, мы его называли, старший тренер сборной Советского Союза по баскетболу, он всегда писал, что мы едем за вторым местом. Его как-то вызвал Павлов, председатель спорткомитета, искал Владимир Петрович. Я знаю это, потому что там были свидетели. Владимир Петрович, почему вы всегда пишете, что на второе место, а не на первое? Петрович ответил, Сергей Павлович, когда вы в городе Сочи организуете питомник, в котором вы будете выращивать черных, после этого мы будем претендовать на первое место. Это действительно очень толковая мысль. Вы помните, за что, кстати, спортивный комментатор американский Джимми Дегрик пострадал очень серьезно, от того, что он просто констатировал факт того, что черные сами по себе, они намного мощнее, сильнее, выносливые белые. От рождения, от гены, гены, гены. И человек тут же потерял работу. Все. Это ответ на вопрос, а можно ли задать такой вопрос вот той же Максим Уотерс, да? Максим Уотерс, никому нельзя задать публично, что ли? Нет, нет, конечно же нет, но тем не менее я к чему это все дело вел, к тому, что я понимаю, за что борются Black Lives Matter, Антифа и так далее. Они это все делают, конечно же, за... Оля, Black Lives Matter, если бы это были только черные, там большая часть белых в Black Lives Matter. Антифа вообще состоит, как правило, только из белых. Из белых, абсолютно, согласен. Но за них я спокоен. А вот меня больше интересуют вот те советы директоров школьных округов, и ведь им за это больше не платят. Вот за что они топят? Вот мой вопрос. Очень просто, Толя. Если у них есть начальство, есть совет, в каждом графстве есть совет по образованию. У них есть начальство, в каждом графстве есть, в каждом... У графства есть губернаторы, есть штатные советы по образованию. И если эти люди в местных школьных советах начнут возмущаться тем, что происходит, то сегодня он в этом школьном совете. А завтра он там не будет. Более того, это выборная должность, между прочим, выборная должность. Их выбирают. И большинство людей, которые за них голосуют, они тоже просто-напросто боятся составить школьный совет из людей, ну, здравомыслящих людей. Страна напугана. Люди не хотят быть с волчьим паспортом. Я не говорю, в сегодняшнюю армию начинают проверять, что эти мальчишки добровольцы, о чем они, что они писали и говорили в соцсетях, когда им было 15-16, там, не знаю, 14 лет. Они поступают добровольцами, их не принимают, потому что там пацану было 14 лет, он что-то не так сказал о черном или еще о гомосексуалисте. На основании этого человека не принимают в армию. Потому что в армии сегодня начинают уделять политическому воспитанию большее внимание, чем уделяют военному воспитанию. Толя, мы живем в стране, которая трансформируется, к сожалению. Да. Итак, Алексей, полторы минутки на ваше заключительное слово. Прошу. Окей, значит, дамы и господа, у нас сегодняшний герой пока что, и я надеюсь, останется героем, сенатор Джон Манчин. Джо Манчин. Мы знаем этого сенатора из Западной Вирджинии. О нем писаны и переписаны. Я поставлю вопрос и постараюсь на него ответить. Почему Джо Манчин, взгляды которого не совпадают со взглядами абсолютного большинства коллег партийного начальства, почему Джо Манчин не меняет демократическую партию на республиканскую? Это, кстати, ничего страшного нет, а на нашей памяти сенаторы, не только сенаторы, меняли партию. Почему Джо Манчин партию не меняет? Вот я на этот вопрос постараюсь ответить, ибо я считаю, что он ее и не изменит. Замечательно. Спасибо большое, Алексей. Будем ждать следующей встречи в эфире. Будьте здоровы и обязательно-обязательно встретимся в следующую среду. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы, будьте здоровы.